Сильное отличие языка рахманской традиции, официального тогдашнего староукраинского языка, было принято решение о создании дополнительной гласной в таких словах. Поэтому мы не изменяем слово «рата», мы говорим «рата», знак «рата», «рата-гиперборея». А чтобы её склонить, мы говорим «рата-ей», «рата-ю» и так дальше. То есть мы прибавляем вот эту меняющуюся концовку уже после «а». Но «а», как в тех словах, которые сами состоят по общепринятой схеме, она не меняется. «А» не превращается в «у», «о» или ещё что-то. Поэтому, чтобы склонить слово «дха-ма», надо добавить туда гласную. Вот, допустим, не «дхаму», а «дхамаю», или как-то так сказать. Ну, я застричал. В ней, допустим, не «дхаме», а «дхамаге». Вот эта меняющаяся концовка, она добавляется после «а». А «а», как таковая, она не трогается. Хорошо. Всевышний, будучи над «хамаю», выпускав, да, и навколо якого, кружяли вихри іншими. Да, их было настолько много, что они как на солнце сформировались в некую такую плотную оболочку, полностью там покрыли его. То есть, всё-таки вихрь или сферический? Сферический вихрь. С будь-яким… ну, циркулювали вони, как за водой. С бешеной скоростью, там просто неописуемо. Так а какая швидкость без простого часа? Ще ж не утворюся простого часа? Нормальная швидкость. Вот опять, что касается духовного мира, тяжело это представить. Однако они постоянно меняли место своё. Нет. Они постоянно там… там фактически между их движениями создавались миры. Это были некие протомиры, которые были как пробный вариант того, что дальше будет уже упорядоченно создано. Репатированы. Но те боги, которые дальше хотели что-то создать, они там сталкивались, потом брали куски спящих, и из них что-то создавали на какую-то микродолинку чего-то. И сразу же оно исчезало, и те же искры, которые там принимали участие в одном чём-то, они могли быть задействованы и с другой стороны в другом чём-то, и при этом они могли находиться во многих местах. И это лучше туда не заглубляться и представить параллель просто с солнцем. Что вот как на солнце вот эти все сверху вихри, где-то так оно так и было. Но те боги, которые... Ну, искры, которые... А, тогда уже нужно говорить о искрае, или нет? Самое так. Те искра, которые осознанно захотели проникнуть в материальный мир, были и в Дха Магии, и вокруг Всевышнего. Да. То есть, в принципе, распределение тех, которые хотят спать, тех, которые хотят будить, одинаково, что там, что там. У них, по сути дела, не спрашивали особо. Дха Магия, она, приложив огромное количество своей собственной воли, создала именно то, что хотела. Там они также смогут будить, смогут развиваться, просто это будет намного дольше и намного по-другому. И лучше туда не углубляться, и про это вообще не думать, что оно есть. Потому что, если тебе дать те гимны, в которых это описывает, тебе уховат не понадобится. Мозги свернутся. Долго ты меня загадывать будешь. Что? Пожактував, не вдало. Не, ну скажи же. Кажу, долго ты меня загадывать будешь. Кого? Через каждые 10 хвилин ты уховата скажешь. А я же просто не только из-за тебя, и не столько даже из-за тебя, там не один прошлым летом задавал вопрос, а можно ли использовать его детище. Ну, естественно, что для себя я никогда не планировал его использовать. И вкратце так слышал о общей антиблагости данного персонажа. А потом всё-таки навёл справки, потому что я подумал над таким явлением, что, а может, или самому, если, допустим, будет достаточно средств, ресурсов, там, последователей, или же оставить как завет потомкам, чтобы сделать какой-то генетически модифицированный организм или вирус, который конкретно выкосит коноплю на земле. Ну, чтобы люди меньше травились. А потом дальше начал изучать. Оказывается, что не особо стоит стараться, через пару-четверодоль его боги и так успокоят. Плюс дальше про него кучу я начитал истории, чем он занимался, как он вообще до такого дела дошёл. Ну, поэтому и вспоминаю, изучаю персонажа и вспоминаю. В принципе, про него там можно хоть энциклопедию издавать, про все его пакости. Не цей стадии всесвітотворения, искра, и мают різную могутность? Нет. Просто зависит от того, что одни не хотят ничего делать, а другие хотят. И те, что хотят, делают из тех, что не хотят. Али ж и это хотение відрізняется от того хотения, яке мы усвідомлюемо, яке есть у нас. Это хотение, оно ещё не материальное. Допустим, то же самое желание поесть что угодно, мясо, не мясо, вообще даже дышать, оно как информационная волна состоит тоже из искр. Мысли наши, почти все, вместо битов компьютерных состоят из искр. Но если разбираться, из чего состоят биты, они, в конце концов, также состоят из искр. То есть здесь всё состоит из кого-то уже. А там – это просто часть нашей природы. И одни эту свою часть не использовали, а другие использовали на себе и окружающих. Чому саме Дхама взяла на себе такую роль важливую? Так ей захотелось, то есть так она посчитала нужным. У неё ещё были свои планы на Всевышнего. Она хотела стать его женой в его проявлении как господина материального мироздания. В ней это не вышло? Всё-таки он, в конце концов, сказал, что она там хочет – это отдельная история. И это может быть рассмотрено и отчасти исполнено, но рада – это его сила и слава. И куда он, туда и она, куда она, туда и он, в конце концов. Рада – искра? Ну да. Ну, сверхискра. А сверхискра? Почему сверх? Ну, потому что искра – это всё-таки что-то маленькое, отлетевшее. Ну, и одно из имён Всевышнего – это праискра, то есть та искра, которая породила все искры. А в Ведах указывается, что краде применима женская форма всех тех эпитетов и формулировок, которые применимы крад. Значит, если он сверхискра, и она сверхискра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова